на ремонте вот такой шуруповерт 18 вольт энергомаш дыша 30 18 значит диагноз работает заряжается но быстро разряжается аккумуляторная батарея нужно посмотреть что с ней и если возможность перепаковать будет ли это целесообразно экономически для этого разбираем разбираем батарею здесь есть четыре винта 3 уже открутил скрываем скрывается видим что некоторые уже прямо окислены видите в таком состоянии не красиво ну сейчас нужно вытаскивать полностью проверяем каждую из них проверяем тестером зарядка была недавно поэтому каждый из них должен иметь 1.2 вольта теоретически ну вот смотрите 1.2 пишем плюсик дальше 1.28 тоже пишем плюсик дальше пишем смотрим ну и так последовательно все 15 штук проверю и посмотрю сейчас сколько банок аккумуляторов нуждается в замене чтобы не замкнуло надо что всего две банки не рабочие сейчас показываю например это 0 и вот это они под замену но кроме этого я уже вам показал что есть такие некрасивые вещи здесь окислы и в принципе по окислом может еще тоже немного проходить разряжаться аккумуляторная батарея поэтому нужно вымыть вычистить хорошо вот например вот таким средством контактным пройтись он убирает окислы сначала вымыть хорошо допустим спиртом сначала вычистить потом спиртиком промыть и этим преобразователем он убирает окислы и сохраняет состояние поэтому скорее всего не более небольшими средствами можно восстановить вряд ли он уже будет как новый но будет хорошо работать потому что перепаковать все больше тысячи гривен смысла нет для такого шуруповерта если бы он был фирменный когда все это сделаю покажу чем все закончилось лучше проверки еще ставим на 20 ампер переставляем на проверку амперов постоянного тока и проверяем все с плюсиками потому что может быть так что он еще держит напряжение но нагрузка уже не держит ну если проверить то в принципе все практически держат около 5 ампер я уже проверил поэтому можем 5 4 4 и 8 4 9 поэтому все оставляем кроме этих двух которые с минусом перепаяем ставим хорошие аккумуляторы потому что одни и те же аккумуляторы есть разные по весу чем тяжелее тем более качественные аккумуляторы бывают написано 1500 они на 20 грамм легче чем другие 1500 это значит что внутри не просто пустые но на картинке на бумажке написано будем ставить хорошие аккумуляторы снимать просто безжалостно отрываем потихонечку со всех сторон для того чтобы по возможности сохранить пластинку иногда слабее они прикреплены но нужно постараться все таки пластинку сохранить ее будем припаивать на место ножом для отверткой тут уже как повезет так отсоединилась вытаскиваем вот этот под замену в общем то вот это вот все дело на на других нужно будет почистить и помыть также отсоединяем и второй с минусом вот тут точно также бит безжалостно отковыриваем от корпуса чем-то чем уже получается что будет более эффективным и отсоединяем с помощью вот такого большого паяльника 40 лот у меня есть активный флюс или обыкновенный еще советские к 11 вот такой модный паста nr3 появится несложно если паяльник разогрет имеет хорошую мощность то она происходит быстро все уже припаялась ну и на этой стороне все теперь вставим единственный момент должны помнить что нужно соблюдать полярность это играет большую роль той стороной где вы припаяли ближе сюда все нужно так согнуть чтобы при пайке там хорошо прихватилась достаточно все держится и на этой стороне точно также ну предварительно я заводил в тот числе и контакты обязательно то есть я вам показал как это делать но это и тот контакт это должен должны быть обложены набираю немножко еще о чтобы был лучший контакт все с той стороны при припаялась и точно также 2 собираем обратной последовательности все на место меряем напряжение уже 18 вольт это говорит о том что все банки рабочие ну а тут уже чем дальше все закончится до 18 вольт ставим на зарядку немножко под зарядим потому что старые аккумуляторы новые аккумуляторы заряжены не полностью по 1 вольт вместо 1.2 затем посмотрим ее в нагрузке работает какая она уже будет под нагрузкой посмотрим по работе на этом видео заканчиваем отдаем клиенту